приветствую всех 3d quad давайте разберемся как в блендер так и в the brush как в 3d quad изменять позу персонажа использовать не буду уже боба давайте воксельный скульптинг откроем и возьмем вот этот базовый mesh посмотрим сейчас что он нам может показать и как можно изменить ему именно постановку рук ног и так далее правая кнопка мыши приближаем отдаляем колесико зажатое вводим верхним крутим по рабочей области и правая левая только мыши именно вот верхним на носить вот такой у нас имеется болван и давайте рассмотрим как мы изменить позу так находим поверхности не надо регулировку здесь вот есть регулировка и находим манипуляция высвечивается вот такое вот окошко и посмотрим как все здесь работает здесь режим перемещения на стоит час линия делаем больше резолюцию в смысле размер кисти вот так или колесиком прибавляем следом что тут у нас есть редактор форму редактировать форму градиента сохранить выбор снять выделение инвертировать загрузить выбранное сгладить выделение и потом трансформация манипулятора так еще ближе подвинем посмотрим покрутим вот так есть здесь камера она выставляется именно вид справа вид спереди и так далее именно тот бог вид который вам нужен вы его можете здесь быстро поставить ну и давайте посмотрим как все это дело работает линия нажимаете левую кнопку мыши и ведете где-то до бицепса вот так все это дело работает вот так стал выглядеть наш персонаж смотрим как симметрия включена или нет симметрия включена отключаем показать симметрию отключаем и опять повторяем попытку приближаем правой кнопка мыши колесико зажатая опускаем модель так как нам надо и попробуем вот здесь вот провести вот такую полосу вот так вот выделяется голова вот таким вот образом теперь можем переключиться на камере вид сверху вот так чуть-чуть все это дело выровнять и вот используя транспорт гизма как он там еще называется можем повернуть голову и немножко ее вот так вот подкорректировать ну вот голова уже развернута надо немножко ее вот сюда подтянуть чтобы нигде ничего не торчало вот вы видите какой внешний вид нехороший вот так чуть-чуть повернуть и получается все равно не интересно так все это дело можем нажать control z control z control z еще control z получается что выделение прошло неправильно можно выделение сделать с шеи так скрываем манипулятор ставим галочку здесь вот в этом окошке и ставим поменьше именно вот здесь вот выделение вот выделение уже прошло где-то вот таким вот образом можно это все дело теперь попробовать перекрутить камера вид сверху опять же включаем видимость манипулятора и вот так вот все это дело перекручиваем немножко все это дело подгоняем ну все равно вы видите что внешний вид не интересен что поможет нам это дело все исправить теперь скрываем манипулятор и переключаемся допустим на кольцо снимаем выделение смотрим что здесь пошло не так если что-то можно сгладить это переключаемся на какую-нибудь кисточку допустим нарастить сглаживание и вот так все это дело можем подкорректировать это как вариант вот так вот все это дело подкручиваем также можно использовать вытягивание где-то что-то подтянуть где-то что-то нарастить под накидать пролепить ну вот тоже вариант тоже не интересен давайте посмотрим регулировку опять и манипуляция переключимся с кольца допустим на сферу это вот выделяется вот таким вот образом вот такая область у нас выделена и вот теперь если мы включим манипулятор то можем вот эту область немножко подтягивать допустим где-то корректировать вот если вы здесь лучше немножко у нас казусом то можем здесь вот протянуть сделать манипулятор если скрыть можно здесь сделать побольше пятно так вытягиваем здесь попадаем опять же попасть нужно интересно вот так понемножку побольше уходит в бок тоже есть какие-то нехорошие моменты допустим если нам нужно здесь пятно она маленькая здесь побольше вот так больше делаем вытягиваем и теперь включаем скрыть манипуляцию и вот так теперь можем все это дело подтянуть ну вот тоже не очень интересно опять же надо все это дело дорабатывать давайте переключимся уберем пока видимость манипулятора и переключимся со сферы допустим на перо поставим больше кисточку размер и вот мы теперь можем рисовать ту зону которая нам нужно вот так вот проходить и вот с этой областью уже будем работать допустим вот мы проходим и нам нужно повернуть голову мы ее все обрисовываем кисточку еще можно побольше вот так вот и посмотрим что сейчас будет так это дело вот так где-то побольше подмазать где-то поменьше область мы давайте опять попробуем переключиться именно на камеру вид сверху и включить давайте манипулятор так вот теперь мы его можем вот так вот крутить вот так вот вертеть передвигать ну еще использовать вот эти вот боковины закручивать голову вниз вверх вот так вот где более светлая форма там вы видите что будет тянуть надо ее здесь будет делать потемнее именно закрашивать именно в красно темный цвет вот таким вот образом так что еще нам может здесь помочь открыть инвертирование снять выделение можно именно с модели вот происходит вот такая вот штука продолжаем дальше рассматривать нюансы так находим опять регулировку манипуляция и посмотрим как настроить вот эти вот линии да допустим нам нужна рука ставим больше кисточку вот радиус кисти чуть-чуть и уменьшаем сейчас я поближе все это дело приближу и вот нам нужно допустим выбрать какую-то опыт ну допустим вот руку мы его так вот протягиваем немножко ждем получается вот такое выделение смотрим симметрия опять же включилась смотрим теперь вниз ведем вот эту полосу выделяются одни пальцы если мы сейчас скроем манипулятор и будем вести допустим уменьшим кисточку и будем вести его вот вниз вы видите что часть прибавляется вот таким вот образом и вот с этой частью можно теперь работать если мы сейчас ее так вот поставим до локтя смотрим чтобы эта сторона не выделялась и вот теперь можно с этим делом опять же поработать включаем вот так переворачиваем модель чуть-чуть на бок и включаем видимость манипулятора и используем теперь вот эти боковушки вот синенькую используем вот так мы подтягиваем вот так вот рука изменяет свое положение здесь можно внизу выбрать центр взять допустим только выбор позиции или вот по камере можно выбрать взять направление камеры и позиции и вот теперь можно все это делая вот передвигать не будет она вас вытягиваться сильно если где-то что-то можно вот использовать уменьшить здесь есть у вас тоже в середине скайл можно увеличивать какие-то части уменьшать подгонять словом прикольная штука так что еще тут можно посмотреть опять же не забываем снять выделение можно вот здесь снимается выделение здесь переключается кольцо сфера выбрать пером пером мы закрашиваем выбрать объект допустим мы выбираем выбрать объект и вот весь объект выделен здесь мы можем его делать скайл уменьшать вот таким вот образом надувать что еще можно сделать чуть чуть где-то не получится убрать только переходим допустим на линии или на перо хорошо конечно модель после ретопологии чтобы было низко полигона не сильно низко ну поменьше полигонов было и весело поменьше тогда она меняется поза мягче не виснет ничто ничего словом вот такой вариант так ну что еще тут можно принципе ничего тут такого больше рассматривать нету маски и дерево кривые и иерархия вот на иерархии можно поставить допустим отключить вот эту штукенцию вы пытаетесь включить режим поверхности объект хранится храненный цвет хотите ли вы восстановить его чтобы продолжить рисование вот это вот галочка с в на с с конечно нам не надо если честно конечно способ хорошие но к нему нужно привыкнуть если брать блендер то у него кости регулирует вот это все движение забрав что же три варианта изменения позы тоже прикольный ну вот это тоже вариант имеет право на существование кому понравится пользуйтесь им все всем пока до свидания